Российское зерно под видом казахстанского продавали в третьи страны. В Павлодарской области департамент финансового мониторинга выявил фирму, работавшую по серой схеме. Делалось это с целью получения льготного тарифа на перевозки, отмечают в агентстве. С 2021 по 2022 годы таким образом в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан продали более 8 тысяч тонн зерна с суммой более миллиарда тенге. Судебное расследование продолжается.